Так, всем еще раз доброго времени суток! Сегодня у нас с вами классный, крутой, праздничный вебинар. Это итоги каталога номер 15. Думать ничего не нужно, нужно только радоваться за свою команду и за всех, за всех, кто открыл новые заявки, кто смог подтвердиться. Да, то есть, ну что ж, давайте начнем. Конечно же, итоги каталога номер 15 были с шикарным приростом. И вы знаете, низкий поклон команде, директорам. Я хочу сделать всем-всем-всем, кто работал с новичками в чате во время того, как все основатели проекта, весь костяк, весь драгоценный состав Фаберлик Онлайн улетел в Доминикану. Низкий вам поклон, дорогие наши восходящие звезды, которые не пожалели себя, подменили нас. Низкий поклон всем спикерам, особенно организатору Ириночке Менчиковой. Она работала день и ночь, искала спикеров, да, то есть, составляла расписание, рассылала по чатам. То есть, низкий поклон Ириночке за то, что она встала, да, как бы вошла в наше положение и заменила нас целиком и полностью на весь проект. Да, то есть, давайте, Ириночке, мы с вами поаплодируем, потому что на самом деле основателей проектов драгоценного состава не было дома практически три недели. И Ирина, именно Ирина у нас организовывала все-все-все, и благодаря ей наш проект на плаву, наш проект с огромным приростом закончил каталог номер 15. Прирост был просто ошеломительный, огромное количество новых заявок, новых директорских заявок и так далее, да. То есть, Ириночка, низкий тебе поклон, дорогая наша. Мы тебя всей компанией, всей нашим проектом 60-тысячным очень-очень любим. Да, без тебя мы бы не справились, наша умница. Ну да, конечно, достойно, но все-таки не нужно забывать никогда наших дорогих спикеров, которые нас все эти три недели выручали, были с нами рядом, зная, что когда-то наступит их время отдыхать, и их директора отпустят их и подменят, и встанут плечом к плечу. И наши дорогие новички даже не заметят, вернее, отсутствие, да, большого состава, большого драгоценного состава проекта Фаберлик Онлайн. Да, всем огромное спасибо. Вот, кстати, Танюшка тоже ездила в Доминикану, да, то есть структура тоже осталась в гордом одиночестве. Ну, молодцы все новички. Огромное спасибо всем, от всех, кто ездил на Доминикану, вот от всех директоров, огромное спасибо новичкам за терпение, за то, что вы нас дождались, за то, что по две недели, да, вы нам писали в личку, в Скайпе, ВКонтакте, в Вайбере, в Телеграме, писали в Одноклассниках, писали на Фейсбуке, и мы вам не отвечали. Огромное спасибо за терпение, огромное вам спасибо, что вы дождались наши ответы, огромное спасибо за то, что вы на нас не обиделись, вошли в положение, но на самом деле так долго нас не бывает, только раз в году. И да, огромное спасибо вам, самое главное, за понимание, низкий вам поклон. Честно скажу, приехали мы с новыми силами, мы очень хорошо отдохнули, правда, я пару раз сгорела и облезла, но ничего страшного. Самое главное, что мы набрались сил, да, зарядились от солнышка энергией, да. Конечно же, всем-всем желаю выполнить квалификацию на Турцию и на Бали, потому что отдых такого уровня, да, то есть за свой счет это очень дорого, дорого даже, вот честное слово, для нас с Антохой, да, хотя мы в таком взывании, незаметно, да, но я с крабиком, с крабиком через день. Вот, ну что ж, итак, у нас сегодня с вами ошеломительные итоги каталога номер 15. Еще раз повторю, ошеломительные, потому что такой крутой прирост бывает только по сезонам. И я думаю, вы заметили, да, у нас с вами, когда дело приближается к Новому году, открывается просто огромное количество топ-лидеров, директоров, да, ежекаталожно очень много топ-лидеров и директоров открывается. Летом топ-лидеров и директоров открывается поменьше, но сыплется град премий, да. Тех, кто открылся осенью, обычно летом уже получают свои премии, да, за директора, за старшего, за серебряного, да. И вот таким вот образом, осенью у нас новое звание, летом у нас новые премии. Я думаю, все уже заметили, поэтому всем желаю роста, роста, роста. Всем желаю новых званий и летом уже начать получать наши премии. Думаю, премии вы сами знаете, куда потратить. Итак, товарооборот нашего проекта составил почти что полмиллиона баллов. 490 056 баллов. Это крутая отметка. Конечно же, хочется уже миллион. Я думаю, что в следующем году мы с вами умножимся на 2, а может быть и на 3. То есть и прирост к прошлому году 139%. Как вы понимаете, это не 50%. Это не 100%, это 139%. Мы превзошли сами себя во много, во много раз. С чем я поздравляю весь проект Фаберлик Онлайн, потому что это крутая цифра для таких оборотов. Вы должны понимать, это крутой оборот, это крутая сумма. Когда лидер прирастает, допустим, на 1000%, значит он с маленького уровня, к примеру, поднялся до уровня рубина за год. И он там 1000-2000%, а у нас уже огромные объемы. И 139% это круто, это круто для нашего проекта. Это на самом деле что-то такое невероятное. Поэтому я нас всех поздравляю. Это работа именно нашей дружной с вами команде. Поэтому низкий поклон каждому новичку проекта, каждому топ-лидеру, каждому директору, каждому драгоценнейшему директору. Всех поздравляю. Это шикарная цифра. Я прям нами всеми горжусь. Вот честное слово. Итак, новички к нам за каталог присоединилось. Внимание! 6538 новичков к нам пришло за три недели на проект. Вы представляете? 6500 человек к нам присоединилось. Что это значит? Это значит, что мы с вами стали очень крупным проектом. Это значит, что нашему проекту доверяют и приходят. Это значит, что, грубо говоря, проект Фаберлик Онлайн сейчас вот этой суммой немножечко, чуть-чуть утер нос тем, кто говорит, что у меня нет регистрации, ко мне никто не приходит. Посмотрите на эту крутую сумму. И вы должны понимать, что это только новички. Это только новички. В среднем на проект присоединяется 311 новичков за день. Вы представляете, в сутки 311 человек. Это просто невероятные результаты. Мы с вами держим планку и увеличиваем приток людей на проект. То есть, в прошлом каталоге было, по-моему, 290 новичков в день, а сейчас уже 311. То есть, мы с вами совершенствуемся, как вы видите. Итоги каталога номер 15 меня, конечно, порадовали, потому что в структуре уже не 60 тысяч человек, как мы привыкли говорить, а сколько? 71 тысяча. Это уже огромный международный город. Да, огромный международный город. Да. И у нас уже 20, практически 20 тысяч человек в команде ежекаталожно делают заказы. Да. Есть, конечно, люди, которые делают заказы раз в три в каталоге. Да. Это наши покупатели с вами. Да. А есть, конечно же, лидеры, которые ежекаталожно делают заказы. Вот эта сумма. 18 тысяч 736 человек. Каждый третий, четвертый на нашем проекте делает заказ. Это отличная статистика для интернет-проекта, потому что мы регистрируем людей только смотря на фотографию. Да. Как вы понимаете, фотографию можно поставить любую. И неизвестно, кто сидит за той стороной экрана. Поэтому для интернет-проекта каждый третий, четвертый делающий заказ человек – это просто отличнейшая статистика. Да. Вот. Итак. И, конечно же, мне сегодня предоставилась честь поздравлять наших новичков с новыми открытыми уровнями. Сейчас будут только новые уровни. Итак. Новый старший лидер. 12%. Сколько это баллов по структуре? Светлана Бурехина. Россия. Сколько это баллов по структуре? Тысяча баллов. Молодец, Светлана. Да, молодцы. Новый старший лидер. 12%. Алена Кокурина. Казахстан. Тоже тысяча баллов по структуре. Отличный старт. Новый старший лидер. 12%. Елена Ельникова. Россия. Отличный старт, Леночка. Желаем всем, кого я сейчас поздравлю, конечно же, минимальной квалификации на Турцию. Новый старший лидер. Кстати, очень быстро растущий. 12%. Татьяна Куснудинова. Казахстан. Старший лидер. Оксана Фомина. Россия. 12%. Смотрите, сколько у нас с вами новых уровней. И ступенька выше. Новый старший вице-директор. 15%. Это полторы тысячи баллов по структуре. Ольга Лапина. Казахстан. Олечка, не перестану тебя хвалить. Ты наше солнышко. Новый старший вице-директор. 15%. Мария Медведева. Россия. Ждем всех в Турцию минимально. Еще Юля Овчарова вышла на 15%. Не успели внести. Давайте поаплодируем Юляше Овчаровой, которая набрала тоже полторы тысячи баллов. Юлечка, мы тебя поздравляем. Фото на доску почета обязательно поместим. Да, и, конечно же, просим прощения, что не внесли тебя сейчас в поздравлялки. Итак, новый старший вице-директор. Анна Мякина. Россия. Молодцы. Новый старший вице-директор. Семейная пара. 19%. 2000 баллов по структуре. Татьяна и Юрий Сизионовы. Молодцы. Замечательно. Новый старший вице-директор. 19%. 2000 баллов по структуре. Вероника Якушева. Город... Ой, Беларусь. Хотела сказать город. Беларусь. Новый старший вице-директор. 19%. Семейная пара. Ирина и Игорь Фроловы. Россия. Поздравляем. Поздравляем. Молодцы. Новый старший вице-директор. 19%. Анастасия Семенова. Тоже 2000 баллов по структуре. Еще одна ступенька. Получение премии 55 тысяч рублей. И вы уже квалифицировались на Турцию. Проект вам платит. Одна ступенька. Вам всем проще. Вам всем проще выполнить квалификацию. Дорогие наши новые старшие вице-директора. Всего 1000 баллов. Вас отделяет от Турции. Анастасия Семенова. Россия. Молодцы. Новый старший вице-директор. Татьяна Крывенко. Россия. Ждем, ждем в Турции. Ждем. Новый старший вице-директор. 19%. Антонина Камоликова. Всех в директорский состав. Всех в директорский совет. Прям всех ждем. Надеемся, что вы вырастите. Россия. Антонина с Россией. Новый старший вице-директор. 19%. 2000 баллов по структуре. Ирина Мясникова. Россия. Молодцы. Молодцы. Смотрите, сколько новых званий. Сколько новых званий. Новый старший вице-директор. 19%. Людмила Соколовская. Россия. Какие все красивые, успешные. Итак, у нас пошли директора. Директора – это лидеры, которые уже ведут планерки, которые уже могут называться руководителями своей структуры, потому что именно лидеры, они уже направляют своих людей и показывают, где лучше, где быстрее, где правильнее. То есть именно директора – это наш тот самый надежный костяк, наш надежный тыл проекта «Фоберлик Онлайн». Ждем, конечно же, историю успеха. Это директор Екатерина Гезима, Россия. Катюша, ждем историю успеха. Молодец. Ждем выполнения квалификаций. С открытия уровня директора все директора делают 100 баллов и получают премию 55 тысяч и едут в Турцию. Поэтому, я думаю, Кате есть куда стремиться. Да, это уже практически выполненные условия. Осталось только получить бонус 55 тысяч рублей. Итак, Марина Банман – это звезда 15-го каталога. Тоже открыла статус директора. По итогам 12-го, так, 11-го, простите, переда мы ее поздравляем с 19-ю процентами. Сейчас за 2 каталога, так, 12-й, 13-й, за 3 каталога Мариночка открыла 23% директора. И еще, почему же звезда? Потому что Марина в конкурсе 3D от Faberlic выиграла iPhone 7. Поэтому поздравляем Марину. iPhone 7 – это на самом деле очень дорогостоящий телефон, и Марина его выиграла. Причем, 2 девочки у Марины, да, 2 ключика уже выиграли, 2 приза. Поэтому участвуйте, участвуйте. Очень легкий конкурс 3D Faberlic – сфоткать, выложить фотку в соцсеть. Да, поэтому, чем больше вы постите этих фотографий, тем больше у вас шанс выиграть iPhone. Итак, поехали с вами дальше. Новый, быстрорастущий директор – Галина Черкасова, Россия. С Галиной мы уже виделись на нашей мини-ассамблее, были очень рады. То есть, как вы видите, Галина уже в нашей футболке, с нашим логотипом. Все, кто приезжал на мини-ассамблею, поставьте плюсики. Я думаю, Галину все видели, все успели с ней познакомиться. Вот, кстати, у Галины сейчас лежит наш вот этот вот огромный большой бренд Волв в ее доме. Да, поэтому очень рада за Галину. Галина тогда еще была далеко не директор. Она была на 15%, когда приезжала. Как вы понимаете, два уровня, вот такой короткий срок. И 3000 баллов. Галина, желаем квалификации на Турцию. Не было, да? Будет Оля, будет на Украине. Галиночка, поздравляем. Ну и, конечно, неудобно поздравлять мне саму себя. Но так как я уже открыла вебинар, да, то мы с мужем открыли звание старшего международного директора. Это было неожиданно. Низкий поклон всем, кто прикрывал наши тылы. Еще раз низкий поклон. Низкий поклон всем, кто работал в наше отсутствие. И, конечно же, когда мы приехали под конец 15-го каталога домой, я не ожидала этого звания. Я не думала, что он будет. Я не думала, что он получится. Это было так неожиданно. И вы сейчас должны понимать, что мы уже перешли в красный сектор на ступеньке. Красный сектор на карьерной лесенке. То есть уже все, уже как бы мы довольно так и высоко. И это звание сделано меньше, чем за три года работы. И что хочу сказать, это еще раз убеждает меня в том, что наша система роста работает. Потому что старшие международные директора, это уже 21 директорская ветка, дорогие коллеги. И я буду рада поделиться с вами своим опытом. Лишь бы вы слушали, лишь бы вы нас повторяли, лишь бы вы росли. Да, то есть вот обязательно, да. То есть мы живем в России, город Киров. Через несколько дней мы уже прилетим в Беларусь. С Беларуси мы полетим в, как его, в Казань, в город Казань в России. Поэтому всех очень-очень ждем. Итак, я передаю слово следующему спикеру. Это новый спикер. Вы ее видели один раз на истории успеха. Мариночка, беда. Да, Оль, постараемся и до Самары доехать. Но пока что вот мы решили по три страны в год брать. Больше пока не берем. Больше пока не берем, а то нас дома вообще не будет. Да, Мариночку ждем. Мариночка, подключайся. Марина будет поздравлять подтвержденных 12% лидеров. Ну что ж, я отключаюсь. Ждем, когда подключится Марина. Слышно, видно. Поставьте, пожалуйста, плюсик. Я на проекте чуть больше двух лет. Нахожусь в закрытом звании директор. До прихода в проект Фаберлик я работала бухгалтером, то есть работала по найму. Сейчас я не работаю, занимаюсь только проектом Фаберлик, строю свой бизнес, свою карьеру. И в эту субботу меня пригласили в Ростов-на-Дону на региональную конференцию. И сказали, что будут вызывать меня на сцену, будут подрождать. Я, значит, получаю бонус 55 тысяч. В общем, это очень приятно, я очень рада. И, возможно, мы с кем-то там увидимся, познакомимся на конференции в Торостовчане. Вот. И желаю всем тоже достичь звания директор, кто еще его не достиг. И, естественно, идти дальше, выше добиваться своих целей. И сейчас мы поздравим старших лидеров. Это у нас 12%. Начинаем. Это вороборот под тысячи баллов. Инна Бойко, Украина. Светлана Глушко, Одинцова, Россия. Юлия Корсакова, Украина. Ольга Лапина, Казахстан. Видите, у нас страны совершенно разные. Все наши проекты международные. Мария Медведева, Россия. Поздравляем всех, умницы. Юлия Овчарова, Россия. Старших лидеров у нас 80 человек. Елена Остапенко. Вот, Стаганрога, может быть, увидимся с Еленой на конференции. Татьяна Черноуз, Украина. Диана Авдеева, Россия. Валентина Олумская, Россия. Светлана Багина, Россия. Видите, сколько у нас много лидеров. Молодцы, девчата. Ирина Бажина, Светлана Бачурина, Россия. Евгения Бизина, Россия. Татьяна Богатур, Россия. Татьяна Борисевич, Беларусь. Совсем немножко до 15%. А там уже, глядишь, и директора. Лилия Бондарчук, Украина. Мария Василенко, Казахстан. Юлия Ланг, Марина Ващенко, Россия. Поздравляем всех. Молодцы. Дарья Винник, Украина. Юлия Витальева, Россия. Александр Горбатенко, Россия. Здорово, просто супер. Молодцы, девчата. Оксана Гусова, Россия. Разные страны, разные города. Татьяна Деженкова, Россия. Светлана Дударева, Россия. Светлана Дударева, Россия. Анастасия. Анастасия Егорова, Россия. Анастасия Егорова, Россия. Очень много старших лидеров. Девчата еще не чуть-чуть и 15%. Кристина Истомина, Россия. Да, сколько будет директоров. Очень много. Татьяна Калинтьева, Россия. Всех поздравляем. Зоя Камнихина, Россия. Даже, видите, из поселков, из городов. Везде наш проект, везде можно работать. Ксения Капустина, Россия. Жанна Качан, Россия. Благовещенск, это вообще север. Анастасия Кашляк, Беларусь. Людмила Кирсанова, Беларусь. Елена Клицко, Беларусь. Алексей Кузьминский, Россия. Вот и мужчина у нас есть в лидерах. Светлана Кукла, Украина. Долго загружается. Ольга Куликова, Россия. Да, мужчина у нас особый почет. У нас основа женский коллектив. Надежда Курилова, Россия. Алёна Кучма, Россия. Яна Лаврентьева, Россия. Нателла Лаукан, Россия. С моей структуры. Нателла. Елена Лебедева, Россия. Всех поздравляю. Молодцы. Ирина Лебедева, Россия. Землячка, Лиска, Ростов-на-Дону. Мария Лукьянова, Россия. Алла Майнусова, Россия. Ольга Маркина, Россия. Инна Мартыненко, Украина. Евгения Меженова, Россия. Татьяна Мизгулина, Россия. Наталья Милович, Беларусь. Ирина Митцай, Россия. Ольга Мещенко, Украина. Елена Морданова, Россия. Юлия Моторыкина, Украина. Наталья Мусорина, Россия. Да, у всех есть возможность поехать в Турцию. Марина Некандрова, Россия. Сделать прирост еще 2000 баллов. Анастасия Новомейская, Беларусь. Ирина Асачья, Украина. Наталья Асачук, Россия. Ирина Пархомовская, Россия. Татьяна Потапова, Россия. Поздравляем, девчата. Марина Пателицына, Россия. Очень много лидеров у нас, старших. Вита Примак, Украина. Ольга Рубцова, Беларусь. Алена Рубцова, Россия. Ну да, Флоранж. Ксения Сидоренко, Россия. Ирина Спица, Украина. Татьяна Спринчак, Украина. Вероника Сурыгина, Россия. Тулюбекова Айгуль, Кыргызстан. Анастасия Устинова, Россия. Наиля Файзира Ахманова, Россия. Екатерина Фантикова, Россия. Людмила Хорькова, Россия. Лисан Шарипова, Россия. Ирина Щетникова, Россия. И последняя на заключение, Яна Яковлева, Россия. Все молодцы, всех поздравляю. Прекрасная возможность сделать 2000 баллов прироста и поехать в Турцию. И также получить бонус 55 тысяч рублей. Всем, девочки, этого желаю. А теперь я передаю слово для поздравления лидеров НАЦ-процентов Ирине Николаевой. Лисики, поставьте, пожалуйста. Отлично. Давайте для начала я представлюсь. Меня зовут Николаева Ирина. Я старший директор структуры. На проекте я два года. Нахожусь с закрепленным званием. И в этом году получила две премии. За директор 55 тысяч рублей и за старшего директора 27 тысяч 500. Съездила в этом году на ассамблею. Так, потише, да, сделать нужно. Честно говоря, я первый раз веду вебинар. Даже не знаю, где тут потише сделать. Ну, ничего страшного, думаю. В этом году съездила, значит, я на ассамблею. Крутое, на самом деле, мероприятие была от компании «Фаберлик». И за вторым своим чеком я поеду в этом году в Казань, 4 ноября. Встречу с Саней и Антоном Кононовым, Николаем Андреем. И еще раз мы встретимся. До проекта я была обычной мамой в декрете. И, конечно же, как и многим мамочкам в декрете, мне не хотелось выходить на работу. И, конечно же, в проект я пришла за... За исполнениями своих мечт, за новыми званиями. Хотелось карьерного роста, конечно. И за большими деньгами, как и многие из нас, наверное, пришли сюда. Ну, давайте начнем. Сегодня я буду поздравлять вице-директоров 15-процентников наших дорогих. И давайте с вами начнем. Вице-директор Анастасия Семенова, Россия. Поздравляем. Розеля Ананьева, Россия. Людмила Брайм, вице-директор Украина. Галина Гайсина, вице-директор Россия. Светлана Ганиева, вице-директор Казахстан. Антонина Камоликова, вице-директор Россия. Татьяна Князева, вице-директор Украина. Наталья Копытова, вице-директор Россия. Антонина у нас уже на 19-процентре, да, но ничего страшного, надо будет переделать в следующий раз тогда. Татьяна Крыменко, вице-директор Россия. Галина Лубинская, вице-директор Россия. Виктория и Сергей Маркевичи, Беларусь. Ирина Музычук, вице-директор Казахстан. Ирина Мясникова, вице-директор Россия. Ирина Позолкина, вице-директор Россия. Поздравляем, Ирину на сегодня вебинаре вижу. Елена Привалова, вице-директор Россия. Татьяна Протасова, вице-директор Россия. Елена Ряполова, вице-директор Россия. Прошу прощения, если фамилию я неправильно называю. Акмур Сапарбаева, вице-директор Казахстан. Анна Слюсаренко, вице-директор Россия. Людмила Соколовская, вице-директор Россия. Евгения Сосова, вице-директор Казахстан. Ирина Устинова, вице-директор Россия. Ольга Ханжина, вице-директор Россия. Поздравляем. Любовь Худная, вице-директор Беларусь. Сергей Хиняй. Прошу прощения, не смогу, наверное, фамилию озвучить. Вице-директор Россия. Людмила Черкасова, Украина, вице-директор. Ольга Шелихова, Беларусь. Юлия Шереметьева, вице-директор Россия. Виктория Шпегель, вице-директор Украина. Поздравляем. Марина Шубина, вице-директор Россия. Так, 31 вице-директор нас с вами. Желаю вам, дорогие коллеги роста, конечно же, введения и достижения поставленных целей. А сейчас я передаю слово Екатерине Шишкиной. Это, наверное, самое молодое у нас директора на проекте и в Фаберли, по-моему, даже, да? Если я не ошибаюсь. Катюша, передаю тебе слово. Поставьте, пожалуйста, плюсики, дорогие. Да-да, именно дебют. Видимся с вами в первый раз, поэтому немножко расскажу о себе. Меня зовут Шишкина Екатерина. Мне 16 лет, и я нахожусь в открытом звании директора. По итогам 15-го каталога мне захватило 60 баллов, чтобы закрыть старшего директора. Я дочка Анны и Антона Комневых. Конечно же, я всех вас жду в Турции в следующем году. Давайте приступим к оздоровлению наших старших вице-директоров. Их у нас всего 46 штук. Итак, Надежда Минов, из Таджикистана. Жанна Копьян, из Украины. Ирина Менщикова, из России. Светлана Шулакова, из России. Какие у нас все молодцы. Давайте их поздравим. Наталья Анищенова, из России. Марина Банман, из России. Екатерина Белогурова, из России. Ольга Бирюкова, из России. Екатерина Баганова, из России. Да-да-да-да, уже директор. Какие все у нас умные и красивые. Так быстро закрывают звание. Екатерина Гезима, из России. Елена Генёва, из России. Ольга Головалова, из Украины. Ольга Демченко, старший вице-директор, Россия. Ай, не успевайте, тогда я немножечко подожду. Спасибо большое. Ещё раз Ольга Демченко, из России. Светлана Декуса, старший вице-директор, 19% из Украины. Давайте её дружно поздравим. Наталья Болотова, старший вице-директор, 19% из России. Елена Дюкре, из России. Виталий Зёзин, старший вице-директор, тоже из России. Анастасия Козлова, Россия. Ульяна Кириллова, Россия. Ещё раз скажу, что 19% легче всего выполнить все условия, чтобы поехать в Турцию. Валерия Киселёва, старший вице-директор, из Беларуси. Александр Конфисенко, извините, пожалуйста, из России. Владимир Кондин, старший вице-директор, из России. Елена Коробейненкова, старший вице-директор, из России. Какие у нас все замечательные люди. Очень позитивные, и здесь очень нравится мне. Так, Олеся Кузьмина, старший вице-директор, 19% из России. Маргарита Курова, старший вице-директор, из России. Рыга Лошкина, старший вице-директор, из России. Рыга Лошкина, старший вице-директор, 19% из России. Елена Максиян, старший вице-директор, из России. Как у нас много вице-директоров из России, но с остальной стороны тоже подтягиваются. Елена Мелихова, старший вице-директор, из России. Давайте дружно всех поздравим. Екатерина Микса, старший вице-директор, из России. Юлия Минец, старший вице-директор, из Украины. Анна Наталья Микульникова, из России. Елена Мурмагамбетова, из России. Какая сложная фамилия у вас. Светлана Павлова, старший вице-директор, из России. Екатерина Павлина, старший вице-директор, из 19% из России. Татьяна Петрага, старший вице-директор, из 19% из города Беларусь. Ой, как мама спуталась, из страны Беларусь. Галина Геблова, из России. Татьяна Семушина, вице-директор, из 19% из России. Город Екатеринбург. Елена Сергеева, старший вице-директор, из 19% из России. Ирина Сегида, старший вице-директор, из 19% из Украины. Елена Соколова, старший вице-директор, из 19% из России. Ирина Тихонова, старший вице-директор, из 19% из Украины. Отдельную благодарность, которую я хочу выразить в чату. Они очень хорошо меня поддерживают, мой дебют. И очень приятно поздравлять нашу компанию и наших директоров, будущих директоров. Марина Филатова, старший вице-директор, из 19% из России. Добавила Филоменко, надеюсь я правильно сказала. Старший вице-директор, из 19% из России. Ну и заключительный, Ольга Чернова, старший вице-директор, из 19% из России. Посмотрите, как много у нас новых будущих директоров, которых мы всех, конечно, ждем в следующем году в Турции. А сейчас слово для поздравления директоров я передаю Коми-Нову Антону. Ну да, получилось, что семья Коми-Новы в эфире сегодня. Я думаю, вы не разочаровались. То есть, смотрите, сегодня сейчас, ну, себя я представлять не буду, в принципе, вы все нас знаете. Я сейчас поговорю по директорам. То есть, сейчас я буду поздравлять директоров, которые 3000 баллов и более. То есть, это уровень, когда человек уже находится на контракте, и с этого момента, в принципе, бизнес только начинается. То есть, именно бизнес. Теперь сдача вот этих вот лидеров, которые выездят от собой директоров, чтобы их бизнес стал более стабильным, более растущим. Почему? Потому что мы заинтересованы в том, чтобы под нами было как можно больше директоров. Как можно больше директоров, чтобы научились зарабатывать так же, как и мы. Для новичков поясняет полноту. Меня уже представили, то есть, я муж Анны. Давайте продолжим, начнем уже поставление наших лидеров директорского статуса. Валентина Оренкулова, Россия. Ольга Васильева, Россия. Светлана Дударева, Россия. Наталья Лесниковская, Беларусь. Даже, вот смотрите, сейчас я поздравляю и появляются директора не только России, то есть, хоть и российская компания, но и Россия, и Украина, и Беларусь, и Казахстан. То есть, наш проект сейчас во многих направлениях, не только. Я надеюсь, у нас появятся уже директора из Европы и уже будут вместе с нами работать. Далья Сидорова, Россия. Ирина Шагина, Россия. Екатерина Шишкина, дочка, которая сейчас была спикером. Поздравляю, здесь в семнадцатом каталоге, как минимум, будем с тобой открывать старшего директора. Татьяна Андреева, Россия. Ну, в Санкт-Петербурге мы уже, наверное, увидимся снова. Виделись в Москве. И сейчас она тоже в Казани встречает. И, скорее всего, еще увидимся в Казани. Ирина Ахамбиская, Россия. Галина Асаулова, Россия. Анна Бабий, Россия. С Саней мы виделись, когда приезжали в Новосибирск. Она к нам приехала. Хоть и далеко ехала, но она захотела с нами повидаться, увидеть нас. В том, что не помню, то ли семьсот, то ли восемьсот километров нас отделяло Новосибирск от ее села. То есть это уже человек захотел увидеть. Потом Аня пошла быстро по карьерной лестнице. Татьяна Белич, Россия. Ирина Бабкова, Россия. Ирина Богородская, Россия. Елена Бондарь, Россия. Ошибся Украина. Ольга Буланова, Россия. Олеся Войтенко, Казахстан. С Олесей мы увидели на Ассамблее Фаберлик. То есть мы много пообщались. После первого раза с ней в очереди здесь. В Казахстан приедем, скорее всего, в январе. На балл директоров их страны. И там уже еще раз увидимся. Анна Габанкаева, Казахстан. Татьяна Гартингер, Россия. Также мы увидели с Таней в Новосибирске. Надеемся еще увидеться и в Турции. И я думаю, и на Более можно еще успеть квалифицироваться. Алена Гридина. Украина. С Аленой тоже виделись на мини-ассамблее. На Ассамблее. То есть вот то, что в Москве. Вот наобщались. Карлина Денисюк, Украина. Татьяна Драгунова-Родионова, Россия. Мария Зелик, Россия. Марина Иваненко, Казахстан. Камила Идрисова, Казахстан. Юлия Казанская, Россия. В Сирии мы еще не видались. Надеюсь, в скором будущем ее все-таки увидим. Екатерина Катышинская, Украина. Светлана Клевачева, Россия. Светланой мы виделись, когда ездили в Нижний Новгород. Она еще тогда была, по-моему, то ли 12, то ли 15 процентами. Сейчас уже директор. Оксана Комарова. Также виделись с ней в Нижнем Новгороде, Россия. Юрий и Ольга Корнеева. К сожалению, с нашими лидерами мы еще с ними не виделись, но я думаю, мы увидимся в скором будущем все равно. Наталья Кочагина, Казахстан. Юлия Кругова, Россия. Юлия и Виталия Макриковы, Россия. Часто общаемся, по скайпу, созваниваемся. Надеемся, что скоро уже вы увидимся с ними. Оксана Милентьева, Россия. Екатерина Павленко, Россия. Ольга Фенина, Россия. Ирина Попова, Казахстан. Наталья Покфиргева, Россия. С Наташей мы увидели из Казани, я надеюсь, в прошлом году, вернее, зимой, я сейчас, в осенью, скорее всего, еще раз увидимся, если она захочет приехать. Елена Прилепина, Россия. Евгения Путинцева, Россия. Ольга Пчельникова, Россия. Ирина Ревенюк, Россия. Евгения Рижка, Украина. Марина Соколина, Россия. Татьяна Сафонова, Россия. Екатерина Селевекстова, Беларусь. Ну, Екатерина, мы скоро увидимся, как я не сказал, мы летим в Беларусь, и уже послезавтра мы вечером будем в Минске. Светлана Спасина, Россия. Салат немного подрастает. Я загрузился. Ольга Тарасевич, Беларусь. Также увидимся с Олей, где уже виделись в прошлом году в Беларуси. Год назад. И снова она встретит уже в аэропорту, чтобы сразу уже, как бы, в самом аэропорту встретят, и чтобы, хочет нас как можно быстрее увидеть. Жанна Тарасова, Россия. Екатерина Тур, Беларусь. Юлия Хатмулина, Россия. Юлия Хлебленникова, Россия. Екатерина Цаплина, Россия. Наталья Цыплакова, Казахстан. Алина Шаланина, Россия. Татьяна Шалобродова, Россия. Оксана Шамшина, Россия. Елена Шевчук, Россия. Анастасия Шианова, Россия. И последний у нас мужчина, это Форок Ясупов, Таджикистан. То есть, сейчас дикторам, которые есть, я вам желаю как можно более скорейшего карьерного роста, и уже на этом уровне нужно задумываться о том, чтобы квалифицироваться на Доминиканскую республику. То есть... Да, с Фороком мы увиделись на ассамблее, мы приезжали вместе с Рейханой Абдуллахмоновой и ее мужем, с Рейхангиром. В принципе, то, что он приехал, поэтому он молодец, то, что он видел масштаб мероприятия, то, что было... И надеемся, что мы в Таджикистан все-таки когда-нибудь съездим, потому что у нас там есть большая структура. То есть, в принципе, и все, то, что сказал. То есть, директора, кто поздравил, чтобы квалифицировались, желаю, чтобы квалифицировались на поездку на Бали, чтобы поехали вместе с нами. 60 директоров у нас здесь поздравлено. Спасибо всем за внимание. Передаю слово своей жене Ане Клановой. Ну что ж, я уже по всем соскучилась. Ну что ж, как вам наш сюрприз? Самый молодой директор проекта сегодня вас поздравляла. Поздравляю, Катюшка, с дебютом. Я думаю, наверное, многие удивились, что девочка 16 лет уже имеет статус 3000 баллов. 60 баллов нам не хватило до старшего директора по итогам 15-го периода. Конечно же, поздравляю, поздравляю, поздравляю Катерину. Совсем чуть-чуть, и скоро будет старший директор. Это, конечно, моя гордость. Это моя гордость, потому что... Но это вообще, знаете, приятно, когда дети идут по стопам родителей. Да? 60 баллов до старшего директора не хватило. Вот мы прозевали, не хватало днем 200 баллов. Мы решили, что... Ну, 200 баллов, ладно, пусть перед двухнедельным каталогом. А потом, когда уже каталог закончился, начался новый, мы посмотрели ее структуру, ровно 60 баллов не хватало. Да-да-да, да-да-да, дочку свою прозевали. Вот. Ну что ж, старшие директора, кто это такие? Это товарооборот от 5000 баллов. Это или одна директорская ветка плюс 2000 баллов в бок, или это 5000 баллов, да, к примеру, там 5... 12-процентных веточек, да, 5 по 1000, это 5000, да, то есть можно стать в двух случаях. Старшим директором, или когда под вами директор, и у вас 2000 баллов в бок, или когда ваша личная группа составляет 5000 баллов без директоров. Растите, раз дети смогли вырасти, конечно, и взрослые смогут вырасти. И, вы знаете, я очень-очень люблю, когда в наш проект приходит именно молодежь. Почему? Потому что, ну, мы как бы уже такие тетеньки после 30, да, жизнь повидавшая. А молодежь, им же всего хочется, да, им хочется вот этого вот роскоши какой-то, да, им хочется на крутой машине поездить, им хочется крутой айфон купить, да. И не все родители могут обеспечить своих детей классной техникой, крутыми поездками куда-то, да, там, какими-то платьями, еще что-то. И, конечно, когда девчонка в 20 лет вырастет и сможет купить себе там, извините меня, пусть не квартиру, но хотя бы машину и айфон, это уже круто, понимаете. Самореализовываться, конечно же, нужно всегда. И у нас в структуре есть молодые девчонки, которым по 19, по 20 лет, это я вам хочу сказать, что вот им бы капельку ответственности, и они бы уже вышли на директоров, да, они то начнут, то бросят, то начнут, то бросят. И вот полгода до 12%, то начнут карабкаться, то опять, знаете, вот не хватает им вот именно этой ответственности, целеустремленности, которая есть уже, допустим, у 30-летней женщины, да. Молодежь, она, конечно, молодец, но вот этой вот целеустремленности, веры в себя очень не хватает молодежи, поэтому я очень рада за молодежь, которая реально выросла. Ну, Оль, я уже имела в виду, что, ну, ты поняла меня сейчас, да, то есть у молодых больше амбиций, больше желаний, да, как бы. Да, кроме работы куча интересов, но эти же интересы, они будут легко воплощаться в жизнь, если в кармане будет, конечно же, побольше денежек. Ну, что ж, начнем поздравлять наших подтвердившихся старших директоров. Старший директор Татьяна Рябинина, Россия, молодец, поздравляем. Старший директор Ольга Амелина, Россия, поздравляем. Оксана Анайко, старший директор, Украина. Юлия Андрейко, старший директор, Украина. Любовь Афимьина, старший директор, Россия. Ольга и Александр Дубяги, семейная пара с грудной малышкой Тамарочкой на руках, старшие директора, Россия. Юлия Белоусова, старший директор, Украина. Ольга Васильева, старший директор, Россия. Валентина Веселова, старший директор, Россия. Анна Вилкова, старший директор, Россия. Олеся Владимирова, старший директор, Россия. Ой, как меня Олеся поздравила, как Олеся хорошо поёт на день рождения. Я думаю, кто видел это видео на канале Ютуб, наверное, все были в шоке, да, потому что я так была ужасно удивлена, я прям стояла, у меня дух захватило. Олеся это вообще так спело, ну так спело, я прям рот открыла. Я говорю, ты что, ты так поёшь? Да, это было супер, конечно, неожиданно, прям вообще здорово. Олесечка, спасибо тебе огромное, я до сих пор вспоминаю и прям под впечатлением, под таким. Вот. Жанета Вяткина, старший директор, Казахстан. Александра Гаранжа, старший директор, Украина. Сашенька, низкий поклон за очень подробные и понятные вебинары, особенно по ВКонтакту, да. Вот. Старший директор, Таисия и Арсений Григорьевы, Беларусь. Татьяна Гусева, старший директор, Россия. Виделись с Танюшей уже дважды. Татьяна Даянова, старший директор, Россия. Тоже виделись с Танюшей. Евгений Зиновьев, старший директор, тоже уже знакомые. Лейла Калашникова, старший директор, тоже уже виделись на ассамблеях. Юлия Карабанова, старший директор, пока не виделись, к сожалению. Татьяна Лебедева, старший директор, это сестра моя родная, старшая. Нина Маркина, старший директор, тоже пока еще не виделись. Любовь Медведева, старший директор. Мария Назарова, старший директор, тоже мечтаю повидаться. Ириночка Николаева, да, спикер нашего сегодняшнего проекта, виделись с Ириной. И на мини-ассамблее Увиделись с Ириной в прошлом году в Казани И в этом году в Казани мы опять-таки увидимся И Ирина второй год подряд будет подниматься на сцену за чеком Ириночка, жду-жду-жду встречи с тобой, ты умница В год по званию это круто Елена Потанина, старший директор, Кыргызстан Голос нашего проекта, очень хочу увидеться с Леночкой Ольга Повстяна, старший директор Вот ни разу, к сожалению, с Олей не видались Хотя на Украине я была Наталья Полякова, старший директор, Россия Юлия Потапенко, старший директор, Беларусь С Юляшей, кстати, мы видались, что очень-очень приятно Вот, и с ее мужем тоже видались Посидели в кафе, покушали роллов Ну так, по-человечески поболтали Классно, классно, классно провели вместе время Маргарита Реброва, старший директор Вот тоже, кстати, в теплые страны я не ездила И не видела Оксана Рущак, старший директор, тоже приезжала на Украину К Оксане, виделись мы с нею Галина Селитренникова, старший директор, Россия Тоже ни разу не виделись Валентина Скоморохова, первый раз мы с ней увиделись вот недавно на нашей мини-ассамблее Совсем самый-самый первый раз Валечка оказалась такой стройной, такой красивой, как топ-модель Да, очень приятно, что у нас в структуре такие умницы и красавицы есть Вот, Люба Смирнова, старший директор Но Любочка вообще будет долго жить, потому что когда мы с ней первый раз увиделись на мини-ассамблее, я ее не узнала Не знаю почему, вот мне кажется, что в жизни она намного красивее, чем на фотографии Вот это личное мое мнение, потому что, правда, я не узнала Любу, потому что при жизни она как-то светлее, моложе, лучше, ухоженней И когда я смотрела, думала, вот, вроде бы похожа на Любу, но Люба как-то вот, ну, вроде бы не такая, да То есть, вот, при жизни она красивее, чем на фото, это, конечно, да Вот, поэтому, да, тоже не узнала Екатерина Созеева, старший директор России, тоже ни разу не виделись Жалко, конечно, с молодежью я бы повидалась Екатерина Соцкая, старший директор России, я приезжала к ней в Новосибирск, была рада повидаться Галина Станкова, старший директор России Вера Тыщенко, старший директор Казахстан Планируем с ней встречу в январе на балу в Казахстане Мы там будем, дорогие коллеги Анастасия Цыганова, старший директор, тоже уже виделись на прошлой ассамблее в Москве Надежда Чертулова, старший директор России, не виделись ни разу Буду надеяться на встречу Валентиночка Щенникова, старший директор России, все зовет меня к себе Но так получилось, что она приехала сама к нам на ассамблею, на мини-ассамблею Была там с нами, Валентиночка, спасибо тебе за встречу, да, виделись А, ну вот и все, в принципе, я тыкаю дальше, думаю, что-то у меня не листается Все, 41 старший директор, почти все как родные, почти всех, со всеми уже повидалось Единицы тех, кого я не видела Но очень мечтаю познакомиться Поэтому, конечно же, в следующем году обязательно жду вас всех на ассамблею Ну, мы просто должны все друг друга знать Должны все друг с другом познакомиться, чтобы отношения были еще теплее, еще лучше И понимать, что все мы обычные живые люди Итак, перехожу к поздравлению драгоценного состава И начнем с вами, конечно же, с серебряных директоров Кто такие серебряные директора? Это две директорские ветки Серебряный директор – это человек, который двум своим людям помог стать успешными Двум своим людям помог научиться зарабатывать деньги дома, через интернет, без начальника, понедельника и будильника И серебряных директоров уже можно дважды уважать Потому что они сами добились высот А потом помогли добиться высот своим, когда-то пришедшим к ним новичкам Ну что ж, начнем Во-первых, это Анна Атамась, серебряный директор Виделись Старшие директора Альфия и Азамат Ахмедзяновы Что это они у нас тут делают? Ну все, Альфия и Азамат, ждем вас в серебре Ждем вас в серебре, тоже видели Тоже видели, видели Альфию и Азамата Далее, Владимир Кипин, серебряный директор – Россия Виделись с ним уже два раза С Вовой, очень простой, добрый, хороший человек Дарья Пахильчук, серебряный директор – Россия Вот с Дашенькой не виделись Татьяна Русакова, серебряный директор – Беларусь Ну что ж, Танюша, жди меня к себе в гости через три дня Буду у вас Ирина Тихонова, серебряный директор Виделись с Иришкой тоже уже несколько раз Сначала в Казани Ириша приезжала к своему директору поздравить Потом она приезжала на мини-ассамблею Потом мы с ней гуляли в Кремлевском, в Измайловском парке Около Гаммы Дельты То есть с Ириной мы, конечно, много времени вместе провели В Москваре ум ходили, да, смотреть на рыбок и на щупалец всяких разных То есть, ну как бы, да, мы с Иришкой плотно пообщались, поболтали Погуляли везде Татьяна Федосеева, серебряный директор И золотые директора Золотые директора Это уже трижды поклон Потому что благодаря золотым директорам Трое уже человек смогли стать успешными Итак, это Виктория Карапина Золотой директор Россия Виделись с Викосей Энергичная, добрая Очень энергичная женщина Вообще, вот еще бы сто раз повидалась С Викоськой Ирина Ткаченко Золотой директор Наоборот, очень добрая, скромная, доброжелательная девчонка Такая классная Да, мы с ней тоже, вот, кстати Ириночка ездила в Доминикану Тоже с ней провели вместе 10 дней Классная девчонка Вот Далее, значит Наталья Уткина Золотые директора Надеюсь, когда-нибудь увидится с вами Вот И Рубиновая директора Да, это 4-5 директорских веточки уже Да, от 4 до 5 Потому что бриллиантовый директор Это уже 6 директорских веток Да Вот Давайте же поздравлять наших рубинчиков Рубиновая директора Райхана Абдурахмонова Таджикистан Райхана с нами вместе ездила в Таджикистан Была на мини-ассамблее Была на основной ассамблее от компании Провела вместе с нами 3 недели вплотную Поэтому мы очень хорошо познакомились и с Райханой И с ее мужем Джохангиром Очень красивая молодая пара Райхана вот на фотографии Девушка девушкой А в жизни она такая красивая Такая вообще как топ-модель Вот Далее, значит Ольга Воробес Рубиновый директор Тоже с Олей отдыхали 10 дней в Доминикане Молодец Оля выиграла путевку Едем вместе Да Евгения Клочкова Рубиновый директор Не поехала с нами в Доминикану Из-за дочки маленькой Потому что недавно родила Но ждем Женечку на следующий год Надеемся, что ее кто-нибудь отпустит Олечка, да Маленькая, миниатюрная Но добрая, добрая, добрая Вот прям вообще Да Да, с Женечкой виделись два раза Обязательно ждем ее в Доминикане Снежана Лоскутова Рубиновый директор Тоже из-за того, что у нее муж военный Она не смогла поехать за границу Но она выиграла путевку в Доминикану Вернее, заработала, прошу прощения Танюша Сафронова и Сергей Попирайко Рубиновые директора Украина Видели с ними много-много раз И еще с удовольствием увижусь Да, Таня и Сережа Это простые очень люди Добрые Вы знаете, прям вот с ними общаешься И понимаешь, что такое доброта На самом деле Вот И у нас с вами есть Бриллиантовые директора Итак, это шесть директорских веток Это директора, которые Прям, я не знаю Прям можете уже корону на себя одевать Потому что сделать успешными шесть человек Это уже гордость Это гордость внутри вас Она уже должна жить Потому что это круто Круто Да, вы изменили жизнь шести людей И это очень уважительно Это Валентина Захарова Виделись с Валюшей Добрая, классная девчонка Бриллиантовый директор Россия Валентина ходила и на мини-ассамблею Да, вот, к сожалению К сожалению, тоже из-за мужа военного Не поехала с нами в Доминикану Да, вот, будем ждать Что вас в следующий раз отпустят Да Татьяна и Александр Распоповы Они уже ездили с нами в Доминикану Это было здорово, классно Вот, вы знаете Добрее людей, наверное, нет на свете вообще Они такие классные Такие позитивные Да, то есть С нами они провели все время На экстрим, конечно, они не подписались Но были рядом и на пляжу, и везде И в ресторанчики вместе с нами ходили Татьяна и Александр Распоповы Бриллиантовые директора Россия Да, они очень хорошо обучают Всегда делятся своими методами рекрутинга Которые привели к успеху И это здорово И жизнь их благодарит И сделала бриллиантовыми директорами Да Ну и, конечно, у нас с вами есть Национальный директор Двенадцать директорских веточек Угадайте, кто? Это человек, который помог двенадцати людям В том числе и мне Это мой дорогой наставник Николай Андрейко Национальный директор Город Украина А с Колей мы провели тоже десять дней в Доминикане Вот У нас с ним одинаковый характер И, честно скажу, мы с ним ссоримся Миримся почти каждый день Да, то есть, ну, как бы мы такие оба с ним Одинаковые у нас просто характеры Да Жду Колечку, конечно же, в Казани Очень жду в Казани Колечку Вот Да, Коля это, конечно, мозг нашего проекта Благодаря ему у нас есть и сайт Благодаря ему у нас есть автообзвоны Авторассылки и так далее И так далее То есть, Коля это Технические моменты Нашего проекта Это человек, который загружен по уши Но никто не видит И никогда не сможет оценить его труд Пока Не участвует в этом во всем И не понимает, сколько лежит на его плечах Ежедневно Да, поэтому, Колечка, низкий тебе поклон Желаем тебе минимальное звание Генерального партнера Желаем тебе не только, чтобы ты сделал 12 директоров успешными Чтобы ты сделал 24 и 30 и 40 успешных директоров в своей структуре Да, желаем тебе дальнейшего роста Да, наш дорогой наставник Ну что ж Международный директор 18 директорских веток Это, прошу прощения, мы забыли поменять Мы уже открыли еще на 3 директорских ветки больше Да, международные директора Это на 3 директорских веточки Меньше, чем старшие международные директора Поэтому, да, так получилось нечаянно Давайте я улистну на Колю Обратно, да Вот Про себя мы не забыли, Валентиночка Мы забыли удалить старое звание Вот в чем суть Но мы сейчас в двух открытых квалификациях Получаются и международные, и старшие международные Да, вот Спасибо вам большое за поздравления Всех, конечно же, жду Кто желает в Казань Пока билеты есть Берите, покупайте, приезжайте Будем вас за уши вытаскивать в драгоценный состав проекта Будем вам промывать мозги Чтобы вы тоже, как и наш драгоценный состав Нашего проекта Драгоценный совет Смогли делать людей успешными Поэтому всех-всех ждем Даже если вам не нужно идти на сцену за чеком Да, если у вас даже нет нового звания Но хотя бы повидайтесь с нами Мы будем очень рады с вами повидаться Потому что мы съездим и на экскурсию И денечек просто проведем вместе Поболтаем Денечек мы с вами сходим на форум После форума мы с вами сходим в ресторан Будет и Коля, буду и я Вы можете задать напрямую все свои вопросы Которые вас интересуют, волнуют Из-за которых вы переживаете, радуетесь И так далее, и так далее Всех очень-очень ждем в Казани Кто живет недалеко Да, то есть, пожалуйста, приезжайте Гостиницу забыла Но если вы мне напишите в личку Я скажу, в какой гостинице мы остановились Ну что ж, всем пока-пока Всех поздравляю Не забывайте про Турцию, дорогие мои Не забывайте Мы с вами летим все в Турцию Вот я уже не знаю Я за всех все решила Потому что мне так хочется, чтобы вы полетели Минимально в Турцию Казань очень красивый город Очень красивый город Казань Я прям, вы знаете, в прошлом году я охала на каждом шаге Для меня что Казань, что Доминикана Вот оба города впечатлели Вот, да? И страна Доминикана, и город Казань впечатлили вообще там Особенно в Казани вечером Идешь, каждый дом с подсветкой Каждое здание, это история Это прям все такое резное, красивое Я иду и думаю Ой, вот у этого домика сфоткаться У того домика сфоткаться Я понимаю, что я просто из гостиницы дойти до ресторана Иду целый час и все фоткаюсь Понимаете, каждое здание прям шедевр Вот какая Казань красавица Да, 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 да Один из самых красивейших городов Это Казань и Питер в России Говорят, что да, Москва, она такая серая, скучная Ночная Москва очень красивая А дневная Москва, она серая и скучная А Казань красавица и днем, и вечером, и ночью Ну что ж Всем пока-пока Всех жду в Турции Пожалуйста, обращайтесь ко мне К своим директорам Пусть они вас рассчитают Сколько вам нужно регистрации в день Крайний срок, когда открыть квалификацию директора Ну, как вы понимаете 15-19% лидера, которые поздравлялись Им проще 12-9-6% 3-0% Вам надо поднажать Вам надо поднажать, чтобы открыть это звание Чтобы бесплатно отдохнуть Да, то есть Ну, это вообще, в принципе, здорово Хорошо зарабатывать и бесплатно отдыхать Да, люди там по полгода копят Или берут кредит, чтобы съездить в другую страну Да, мира Отдохнуть, а вам вот бесплатно Да, и Бали, пожалуйста И от проекта путевка, пожалуйста Главное, работайте Главное, зарабатывайте Поэтому минимально в Турцию Всех жду, дорогие мои Очень-очень-очень жду Все, всех целую Всем пока Рассчитывайтесь Серьезно рассчитывайтесь Я думаю, что Те, кто даже вот хотел на Бали Вдруг они не квалифицируются Да, ну вот вы знаете Зарабатывать-то вы все равно будете хорошо Да, вот как мне Новичок недавно говорит Аня, я сделала 100 баллов И я хочу ехать на Бали Мы с ней рассчитали Что золотой директор Это 3 ветки По 30 випов Да, или 3 ветки 60 по 60 человек Которые делают 50 баллов Или это 3 ветки По 300 человек Которые делают по 10 баллов И она засомневалась Конечно Это очень сложно Это очень борзые Я бы вам так сказала И дерзкие условия Но с другой стороны Дорогие коллеги Даже если Вот я и как сказала Даже если ты дотянешь Только до серебра За это время Скажи, пожалуйста Премия 110 тысяч Да, и там 50, 60, 70 Каждые 3 недели Ты будешь зарабатывать Тебе понравится? Ой, говорит Конечно, очень Ну раз очень Значит растем Растем и не сомневаемся Даже если мы не успеем Но на Турцию То мы квалифицируемся Так ведь? Она Да, все Сейчас мы уверенно Распланировались Растем Благо странички есть Брендовые странички есть Ютуб канал у нас открыт То есть мы сейчас Вот прям дерзаем Растем Да Ну конечно можете Сами на Бали слетать Конечно можете Можете Обязательно Вот мы в Доминикане были Вот повторюсь Что 17 тысяч в сутки В 10 дней мы там были Это без перелета 17 тысяч в сутки Я так понимаю 170 тысяч за 10 дней Ну это круто Да И уездили мы вдвоем с Антоном Это получается 240 тысяч Компания в нас вложила Без перелета Чтобы мы отдохнули В пятизвездочном отеле В первой береговой линии Лучше А 340 Да простите 340 Лучше Чем самим Такие денежки Выкладывать Лучше дорогие наши Ездите бесплатно И хорошо зарабатывайте Ну что ж Всем пока-пока Ой я вас люблю Я вас целую Обалденные Итоги каталога Просто обалденные Приросты Просто Обалденно Много званий Прям все молодцы Все до единого Это наша дружная работа Спасибо вам За веру в себя За веру в проект За веру в своих Дорогих наставников За веру в нас Как в основателей проекта В меня В Таню В Колю Спасибо всем огромное Всем прям Всех целую Всем желаю Быть выше Лучше Как раз сезон Не упускайте сезон Отдохнете летом Ну что ж Всем пока-пока Все Останавливаю запись Продолжение следует